Продолжение следует... Ситуация, к сожалению, с производственным травматизмом на сегодняшний день неблагоприятна, скорее всего. Поэтому и профсоюз должен здесь уделить максимум внимания и в вопросах бытовых условий. Но одним из еще таких приоритетных направлений, наверное, стоит обратить внимание на условия не только работы, на условия проживания работающих. Очень хотелось бы большей закрепляемости кадров на районном вот таком вот уровне. В основном нам удалось претворить шесть решений, которые начертал Седьмой съезд профсоюзов. Почему? Потому что у нас открылись профсоюзные приемы, которые мы проводили в тесном сотрудничестве с представителями управления по труду, занятости социальной защите населения, вместе с представителями прокуратуры Республики Беларусь. Люди поверили в нас и очень часто приходят с различными вопросами, чтобы мы им оказали помощь. Тем более, что юристы профсоюзные работают бесплатно, оказывают помощь любому человеку, который к ним обратится на этих профсоюзных приемах. В Волковском районном объединении профсоюзов за прошлый год пришло более 50 человек на профсоюзные приемы. Большой пласт работы мы провели, притворяя решение Седьмого съезда по созданию профсоюзных организаций во всех организациях, не имеющих профсоюзов и частного бизнеса в частности. Поэтому мы продолжаем свою работу и думаю, что Восьмой съезд ее еще более расширит, укрепит. И когда мы знакомились с программой деятельности, проектом программы деятельности Федерации профсоюзов в Беларуси на 20-25 годы, значит там очень много есть очень деятельных новшеств, которые будут помогать нам в работе. Федерация профсоюзов в Беларуси Федерация профсоюзов в Беларуси – самая мощная общественная организация, которая сегодня может влиять на социальные процессы в обществе. Итогом в текущем отчетном периоде мы наблюдаем внесение изменений в трудовые ходы с Республикой Беларусь. Хотя хочу отметить, что Федерация профсоюзов не имеет законодательной инициативы, но тем не менее профсоюзам удалось внести столь значимые изменения для улучшения положения трудящихся в наших организациях. Помимо этого, та работа, которая проводилась по созданию первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики, тоже позволила существенно улучшить положение трудящихся наших работников и наших членов профсоюза. Что касается нашего профсоюза, у нас в отчетном периоде прошло переименование нашего названия профсоюза с учетом трехотраслевой специфики. У нас данные изменения позволили нам усилить наш профсоюз, развить новые социальные отношения с нашими социальными партнерами на более высокий уровень. Ну и, конечно же, то же до съезда, это решение вышестоящих руководящих органов в части правовой защиты трудящихся, в части улучшения благосостояния, тем более, что один из таких важных вопросов, которые у нас касаются нашей сферы, это, конечно же, вопрос невысокого уровня зарплаты отдельных наших категорий трудящихся, отрасли культуры, отрасли физической культуры, спорта, туризма в том числе. Поэтому надеемся на обрешение этого вопроса, в том числе, также считаю необходимым отметить, что настала необходимость повышения престижа профессии работника культуры. В программе деятельности Федерации профсоюзов уходящей в целетки немаловажное значение отдавалось работе с молодежью, молодежной политике и формированию именно молодежного профсоюза. Сделано, конечно, немало, потому что каждый из нас понимает, что от того, насколько активно проявляют себя ребята, еще будучи учащимися и студентами в своих первичных организациях, а работа эта начинается именно в первичках, зависит то, какими мы увидим их на своих первых рабочих местах, там, где они будут начинать строить свое профессиональное будущее. И, безусловно, большим плюсом является то, когда человек приходит уже со сформированными взглядами относительно того, какова роль, каково значение профсоюза в жизни страны. Творческое сотрудничество работы, администрации, предприятия и профсоюзной организации дает именно такие результаты, которые мы достигли. А результаты эти по общей оценке, ну, просто замечательные. И в части охраны труда, и организации труда, что в этом году, опять-таки, с подачи профсоюзных организаций, был принят решение Гродинским горосполком о снижении ставки земельного налога для предприятия Цветлит на 50%. Есть такое постановление правительства, где предприятия, которые входят в состав концернов, министерств, имеют преимущество в реализации своих изделий внутри этих объединений. А предприятия инвалидов, которые аналогичную продукцию выпускают сейчас и начали выпускать намного раньше, они потеряли право продажи внутри. Ну, например, я делаю вентиль, я делаю краны и не имею права реализовывать через облгазы в республике. Это абсолютно несправедливо. И вот, как мы не пытались что-то изменить, ничего не получается. Я большие надежды имею на то, что Белорусская организация профсоюзов, опять-таки, в лице ее председателя, я так думаю, что мы изберем Михаила Сергеевича Новый Срок, поможет нам решить эту проблему. И мы внесем в это поставление изменения, чтобы нам были представлены равные права в рамках вот этих объединений, чтобы мы могли на равных конкурировать с предприятиями продукции инвалидов и предприятиями, которые входят в состав этих концертов.